Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня в США день благодарений. Сессии будут низколиквидные, соответственно, не стоит ожидать каких-то серьезных движений, но со своей стороны хочу отметить, что на низколиквидности бывает достаточно какого-нибудь незначительного фундаментального события, отчета либо новости, чтобы спровоцировать всплеск волатильности. Поэтому обязательно следите за загрузкой депозитов, не нужно оставлять без присмотра сделки. Но, с другой стороны, также хочу отметить, что мы будем наблюдать за спокойным экономическим календарем вплоть до понедельника. Из отчетов сегодня можно выделить только релиз от Германии по бизнес-оптимизму IFO, который выйдет в 9.00 по GMT. Европейская валюта сейчас котируется на отметке 1.0439. Я думаю, вы все прекрасно заметили, что в последней торговой сессии, особенно вчера, очень неплохо чувствовали себя рисковые инструменты. Причем вот этот тотальный позитив, который сейчас присутствует на финансовых рынках, его очень трудно объяснить, потому что в целом фундаментальный фон системно не изменился. И рынок немного заигрался с тем, что оценивает отсутствие каких-либо негативных предпосылок для мировой экономики и игнорирует наличие такой хорошей, серьезной, фундаментальной базы для росту американского доллара. Котировки по евро-доллару, как я отметил уже, 1.0439. Причем этот рост мы наблюдали на фоне комментариев главы Бундесбанка Нагеля о том, что Европейский Центральный Банк уже в декабре существенно замедлит темпы повышения процентной ставки и уже не будет рассматривать повышение ставки на 75 базисных пунктов. Да, инфляция остается очень высокой в еврозоне и по идее с ней нужно продолжать бороться так же агрессивно, как и раньше, проводя жесткую монетарную политику. Но ситуация в Европе совершенно не такая, как в США. Экономические условия гораздо хуже, риск рецессии существенно выше, поэтому еврозона, в принципе, я согласен, не справиться с высокими темпами нормализации денежно-кредитной политики и роста ставки на фондирование. Поэтому хорошо, что ЕЦБ все-таки рассматривает возможности и уже заранее думает о том, что нужно замедлить темпы повышения процентной ставки. Вывод, который нужно сделать, друзья, исходя из того, что у нас есть обновленные данные по перспективам европейской монетарной политики, то, что ЕЦБ будет еще сильнее отставать от американского регулятора. И, по идее, это должно создать условия для значительного снижения европейской валюты. JP Morgan прогнозирует евро-доллар на отметке 0,9 в первой половине 2023 года. Но, честно говоря, мы видели похожие прогнозы, сценарии движения европейской валюты от многих инвестбанков, однако евро по-прежнему сопротивляется и остается выше паритета. И я не припомню ни одного раза, чтобы столь такое значительное количество видных экономистов, аналитиков, команды аналитиков были неправы в оценке среднесрочных перспектив финансовых инструментов. Ну, может быть, вот эта нелогичность и ненормальность, которая сейчас присутствует на рынке, это не то, что станет долгосрочным фактором, либо долгосрочной ситуацией на площадках. И рынки вернутся к тем траекториям, которые для них являются более оправданными. По поводу статистики, здесь тоже макроэкономические релизы, хоть и улучшились по сравнению с показателем прошлого месяца, я имею в виду индексы PMI производственного сектора и сферы услуг, но все равно они остаются ниже 50 пунктов, значит, в зоне спада. Наверное, нет смысла сейчас перечислять конкретно, какие цифры мы видели, это не столь важно, но в целом европейские экономические условия остаются такими же негативными, как и раньше. Я пока что не сделал, друзья, но если вас интересует моя точка зрения, я считаю, что евро прямо уж совсем сильно затащили и нужно сдувать. Британская валюта, которая прорвалась выше отметки 1.20, текущей котировки 1.2108. Я был почти уверен, что фунт не сможет набраться достаточных сил, чтобы улететь выше сопротивление 1.20. Ну, оказался неправ, поэтому нет смысла дальше сидеть в этих длинных позициях, потому что если фонд завели так высоко, никто не знает, где он может оказаться дальше, потому что сейчас фундаментальный фонд всячески игнорируется данным активом. Опять же, мы на прошлой неделе с вами обсуждали и слабую статистику, и влияние потенциальное на экономику того бюджетного плана, который был анонсирован. Биткоин, друзья, 16670. Здесь я сторонник, короткой позиции, думаю, что распродажи могут возобновиться фактически в любой день. Основной риск для рынка криптовалюты это потенциальное банкротство одного из серьезных игроков на криптовалютном пространстве, компания Генезис, которая не выводит средства 16 ноября, но вроде бы как все списывает на временные трудности с ликвидностью. Если, в конечном счете, эти временные трудности станут постоянной проблемой, то им придется объявить банкротство. И на этом фоне биткоин может не просто протестировать поддержку 15 тысяч, но и оказаться существенно ниже. Золото, которое некоторое время назад мы оставили в покое, я предлагаю снова обратить внимание. На него сейчас котировки 1754 доллара за тройскую унцию. Стоит отдать должное, что распродажи на рынке облигаций, в частности снижение доходности американских облигаций оказались существеннее, чем я ожидал. Сейчас также мы видим и снижение курса американского доллара. По поводу индекса рыночных настроений, снова у нас тотальный перевес. Большинство сидят в коротких позициях трейдеров, значит рынок идет по пути наименьшего сопротивления. Отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC указывает на то, что увеличиваются спекулятивные ланги от институционалов. Поэтому, может быть, друзья, у нас сейчас есть хорошие возможности до заседания американского регулятора, то есть фактически до середины декабря, попробовать еще попытать удачу в длинных позициях по золоту с целями 1810-1850. Раньше мы до этого уровня так и не добрались, хотя очень хотелось. Рынок нефти 85 долларов за баррель. Я по-прежнему рекомендую держаться подальше от нефтянки. Я думаю, вы со мной согласитесь. Достаточно открыть дневной таймфрейм и увидеть просто вот эту невероятную волатильность в рамках одной торговой сессии. Очень многое будет зависеть от того, какое решение примут страны ОПЕК на заседание 4 декабря. Есть риск того, что они все-таки примут решение влечить нефтедобычу на 5%, на сотни тысяч баррелей. Это будет уместно, учитывая, что мы сейчас следим за новостным фоном, связанным с тем, что страны Большой Семерки могут согласовать и, скорее всего, согласуют предельный уровень цен на поставляемую российскую нефть. И вспоминая комментарии представителей России, что российские экспортеры не будут поставлять нефть в те страны, которые поддержат данную инициативу, можно предположить, что в конечном счете мировой рынок останется без серьезных объемов экспортных поставок. И эти объемы нужно будет компенсировать. Страны ОПЕК с этим могут справиться. Но сейчас это рассуждения, наверное, которые в итоге могут очень сильно разниться с тем решением, которое будет принято непосредственно на встрече ОПЕК. Я предлагаю уже не пытаться разобраться, дождаться фактически самого заседания и уже проявить торговую активность в декабре, после того, как оно пройдет. И что касается американского доллара, друзья, 105.60, повторяю, что фундаментальный фон по доллару не изменился. Каждый день мы слышим представителей американского регулятора из последних. Это глава ФРБ Кливленда, мейстер и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели, которые подтвердили, что Федрезеру необходимо существенно больше признаков того, что инфляция замедляется, чтобы отказаться от политики проведения более жесткого монетарного режима и дальнейшего повышения процентных ставок. Аналитики Wells Fargo, Goldman Sachs призывают покупать доллар, потому что пиковые значения еще впереди, они придутся как раз на первый квартал 2023 года. Вчерашняя статистика заказа на товар длительного пользования, рост на 1%, прогноз на 0,4%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета рост с 54,7 до 56,8. И на этом фоне, друзья, на жестких комментариях представителя американского регулятора на сильной статистике индекс доллара провалился к уровням, фактически на которых он был после выхода данных по инфляции 2 недели назад. Что-то здесь явно не так. Я все-таки рассчитываю на то, что покупатели начнут сопротивляться. Если не сейчас, конечно же, в условиях низколиквидных сессий, это маловероятно, то со следующей недели мы снова будем наблюдать за восстановлением данного актива. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.